Привет-привет, мои любимые дорогие зрители. В этом видеоролике с вами поговорим о том, что опять всплыл законопроект Георгия Георгиевича Мазрашу. Дай бог ему здоровья, по-другому не могу сказать. Столько видеороликов благодаря его законодательным инициативам я записал. Расскажу, друзья, вам историю из моей жизни. Мой друг решил купить себе автомобиль немецкой марки. Одной очень известной марки, не буду здесь специально ее называть. И он начал поиски, начал искать ее по рекламным площадкам, по авторынкам. И не мог найти себе автомобиль, тот который бы его полностью устраивал. Конечно, понятно, что немецкий автомобиль, это естественно у нас если продается, то он продается только в одном случае, когда у него есть проблемы, когда надо вкладывать деньги, когда надо чинить. Он искал себе автомобили, потратил деньги на так называемых экспертов, потратил деньги на СТО, для того, чтобы осматривать данные автомобили. Ничего хорошего он не нашел. Он обратился к ребятам из компании Акарс. Они занимаются профессиональным подбором и пригоном автомобилей из Соединенных Штатов Америки. Они ему подобрали тот автомобиль, который он себе конкретно хотел. Именно по пробегу и по минимальным повреждениям. Сейчас он является довольным владельцем немецкого автомобиля. Все ссылки на компанию Акарс на ребят будут в описании к этому видеоролику. Переходите, обращайтесь, я лично рекомендую. Сейчас, друзья, я постараюсь объяснить, почему именно сейчас я вспомнил конкретно об этой законодательной инициативе. Давайте, дорогие друзья, зачитаю коротенько. Хоть мы бачим проект закона про внесение измен до таких-то законов. Номер 7029, вид 1309-2022 року. Включено до порядка денного, вид 05-09-23 року. То есть, как мы видим, дорогие друзья, год пролежал этот закон. В Верховной Раде никого он не интересовал, никого он не волновал. И тут резко, буквально год как прошел, как говорится, решили его включить в порядок денный. Давайте, друзья, коротенько разберемся, в чем суть данного закона проектов. И в конце я расскажу, что я конкретно об этом думаю. Ось проявляли на таблице, и он тут предлагает изменить. То есть, гражданой Украины не может быть обмежением права на выезд из Украины, та выезд из Украины ни в каких-то других подставах, кроме предпоченных этим законом. То есть, в данном законе речь идет о чем? О том, что возможен как запрет уже законодательно установить на выезд, хочу подчеркнуть. Особо внимательные мои зрители знают, что основная претензия моя как юриста к этому вопросу заключается в том, что у нас законодательно не установлен запрет на выезд. Да, есть какие-то письма, есть постановления Кабинета Министров, но закон Верховной Рады не принят, потому что обязательно он должен быть принят. В умовах военного стану для выезда из Украины, граждане Украины, которые входят в категорию, каким законодательным или иным нормативным актом, установлено заборонено выезд из Украины на час действия военного стану. Додатково на дате решений органов государственной влады про официальное отряджение за кордон. Або доклад, что засвечивает факт навчания, чьи вступу на навчание у зарубежного навчального заклада. Або письмо погоджения на выезд за кордон в виде территориального центра контактования та социальные підтримки. То есть здесь идет такая инициатива в плане студентов. Студентам хотят разрешить выезжать за пределы нашей Родины. Достаточно, будем говорить, интересная законодательная инициатива. Ведь в начале, помните, там были, были они в этом списке, их выпускали, потом посмотрели, что люди убегают и хлопка, говорится, и прикрыли эту лавочку. Тут вот Мазарашу говорит, что можно это все-таки делать, но надо перед этим посетить центр комплектования. Далее тут мова идет, что наявность рахунка должна быть, где 5 прожитковых минимумов внесено. И передача відповідного банку на реально засвеченную заяву про добровольный обовязок повернуть рахунок и с гарантийным внеском кошти в сумме. То есть стараюсь здесь простым языком объяснить, что здесь за деньги, куда они вносятся. Вносятся 13 400 гривен для того, чтобы выехать. В дальнейшем, если вы будете находиться за каждый месяц, 2684 гривны надо будет вносить каждый месяц. Конечно, по сравнению с этими суммами взяток, которые берут в центрах тех же комплектования, это, конечно, мелочи. Потому что там все стартует, как я понимаю, от 5 тысяч, а сейчас, наверное, кто-то мне говорил, там и 10 тысяч, еще что-то такое может быть. Потому что после того, как поменяли честных военкомов на нечестных или нечестных на честных, я даже не очень, честно сказать, разбираюсь, если кто-то хочет меня, может поправить. Но суть такая, что все эти перемены мест слагаемых только приводят к подорожанию цены на выезд. Будем говорить честно, это услуга платная и просто человек не может выехать, если у него нет денег. Тут предлагается, будем говорить, такой альтернативный вариант. Вносишь денежные средства и помесячно вносишь какие-то деньги. Как мы видим, друзья, данные законопроект уже хотят рассматривать в Верховной Раде. Кримасип, зазначенных у частных таких-то, выезд за межи, сейчас где и военного стану, может надо на також кабинетом министра в Украине. Соответственно, он идет в той конве, которая сейчас идет, кабинет министра Украины имеет право устанавливать те категории, которые имеют право выезжать за пределы нашей Родины. Кроме того, хочу особенно подчеркнуть, что здесь речь идет не только о студентах, а и о других мужчинах, грубо говоря, вот в этом промежутке от 18 до 60, вносите денежные средства и валите, как говорится, подальше из Украины. Чего такая маленькая сумма, я не знаю. Возможно, еще нолик или два там пририсуют, скажут, давайте допустим миллион гривен официально и сможете официально выехать за пределы нашей Родины. Может 100 тысяч, а может вот такое вот и примут. Хотя я, честно хочу сказать, мое мнение, что я очень сильно сомневаюсь в том, что это все-таки все примут. Такое мое мнение. Вы скажете там оптимистично, пессимистично я на это смотрю по-разному, я смотрю на это в первую очередь реалистично. Потому что, во-первых, как, вот даже вдумайтесь в абсурдность самого этого закона. Я раньше к нему по-другому немножко относился. Сейчас я для себя просто сделал один вывод. У нас законодательно не установлен запрет на выезд из Украины. То есть, должно быть соответствующее решение Верховной Рады и там должен быть указан срок, на какой срок у нас запрещается покидать территорию Украины. Если кто-то найдет такой закон, то он, конечно, будет молодец. Так же, как и закон о том, что объявить войну. Так же этого закона у нас нет, я имею ввиду. То есть, дорогие друзья, фактически этот закон является какой-то профанацией, мое мнение, законопроект, вернее. Потому что запрета у нас нет, но они в тот же момент дают разрешение на выезд. Кому они дают и в каких рамках разрешение на выезд. Ну, то есть, опять все сводится к центру комплектования, к взяткам и опять к каким-то денежным средствам, которые надо оплачивать, чтобы выехать за пределы нашей Родины. Соответственно, друзья, мое вообще мнение по вот этой всей ситуации, оно достаточно простое. Хочу заметить, в чем оно заключается? Что у нас в Украине необходимо завершить эту мобилизацию, в котором она в виде проходит. Мобилизация должна быть исключительно добровольной. Так же необходимо открыть полностью границы. Если открыть границы, многие люди вернутся. Если они будут знать, что в Украине их никто не будет насильно мобилизировать. Это 100%. Человек будет знать, что он там будет себе работать, что-то там делать. Возможно, даже, может, надо с него какие-то деньги брать. Тут, как говорится, ничего там такого не вижу. Но, чтобы был такой механизм, чтобы туда искать, чтобы центры комплектования наконец-то стали заниматься комплектованием и подбирать тех людей, которые хотят туда идти добровольно. То есть, тем, чем они не занимаются, как мы видим эту всю ситуацию. Особо хочу всем пояснить, дорогие друзья, по поводу ситуации, которая у нас сейчас в Украине. По поводу мобилизации. Вот сейчас идет, грубо говоря, такая затишь, я назовем это. Особо каких-то действий, за исключением вот тех случаев во Львове, я еще раз для всех это повторяю, нету. Во Львове поменяли начальника ТЦК и более-менее там все притихло. То есть, даже там, соответственно, сейчас пока нет указания действовать так, как они действовали, начиная с этого начала этого года и вплоть буквально до середины лета это все продолжалось. Потом это все притихло. Я почему делаю такой вывод? Потому что просто ко мне никто не обращается на тему мобилизации и на тему тех нарушений, которые происходят во время мобилизации. Можно говорить так, друзья, что это некий лучик позитива, который я и, конечно же, Вовчик посылаем вам. Дорогие друзья, на этом прощаюсь с вами. Желаю, конечно, мира и добра. Вот я просто, я просто запевняю, что если бы сейчас началась передвыборчая компания, было бы несколько тестов. Первое, открыть кордоны, выпустить людей. По-друге, воювать мают только профессионалы, давайте дамо контракт. То есть, такое игнорувание. Третье, раздать пенсии и зарплаты, потому что в стране полваренечка. Четвертое, вклониться ноги всем ухилянам, которые стекли. Я не имею в виду, ни женщин, ни детей, а здоровых, половозрелых мужчин, которые перепливали в Министер. И дать им гроши, чтобы они повернулись в страну, потому что они платят и податки. Я, блядь, это встречаем в Приднестровье. И вы видите сейчас вот именно эти гасла. Вы понимаете, какая это руйнация? А в этот момент сидят люди, которые действительно гидны рухать страну впередом. Они сидят по окопах и лють кров. Что это вообще? Ну, то есть, нет. Я считаю, что мы должны быть ответственными. И надо быть взрослыми. А в выживании нашей страны заинтересованы мы все. Все абсолютно. Их граждане, в первую очередь. А страна еще раз это система институции. То есть система норм и правил. И демократия это тоже следование правил. Поэтому нужно выставить принципы.